С 1971 по 1991 год по всей стране было построено около 200 молодежных жилищных комплексов, в которых получили квартиры более 4 миллионов человек. Первые экспериментальные дома для молодых семей построили в Подмосковье. Руководителем строительства был Станислав Синица. Он находится у первого дома, жилого дома, малойдерно-жилого комплекса, который построен в городе Калининграде, теперь Королев. Значит, в 1972 году начато его строительство, в 1974 году заселен был. 12 марта 1981 года об этом микрорайоне узнала вся страна, когда в качестве бортинженера космического корабля «Союз Т-4» свой первый космический полет совершил будущий дважды герой Советского Союза Виктор Собиных. Комсомольцы-строители посвятили ему строки. Наш привет особой Вите, потому что он пока самый первый на орбите представитель МЖК. Я жил в бараке, который мне дали, ну, понял, что лучше другое жилье. Я пошел, меня отпустили, отпустили на полгода на работу. Я, а поскольку я человек, который умеет общаться с теодолитом, то я на стройке пригодился. Я занимался разбивкой осей в этом доме. И я построил два 16-этажных дома, и получил квартиру в этом доме, и все было здорово. Это были не просто дома, а жилые комплексы со всей необходимой для жизни инфраструктурой. Мы заходим в фойе первого корпуса МЖК. Корпус А. Раньше в межпоездных холлах на каждом этаже находились комнаты продленного дня для школьников, детский сад, библиотека, прачечная. Сейчас здесь пусто, а раньше кипела жизнь. Работали курсы кройки и шитья, тренажерный зал и даже бильярды. Ну вот это было общественное помещение для взрослых. Бильярдный стол. Ребенок у нас еще маленький, я прихожу, когда с работы, делаю необходимые дела все. Потом иду сюда отдыхать. Ребенка спать уложили, и все, уже телевизор не включится. Можно его здесь посмотреть, когда хоккей. Жены, в общем-то, положительно относятся. У них тоже есть свой клуб, женский клуб. Когда я в первый полет полетел, дочка у меня ходила в кружок Макраме. Она мне связала Макраме, я полетел в космос, вот сюда, с этим медальоном. Там была фотография приклеена. Верным признаком молодежного комплекса была так называемая колясочная. В проекты домов специально закладывались большие помещения на первом этаже. Они всегда были заставлены совершенно одинаковыми колясками двух-трех цветов. А в семейных альбомах той поры остались фотографии парней в телогрейках и строительных касках на фоне котлованов или растущих этажей. К сожалению, эта система, она умерла в начале 90-х годов практически в условиях уже рыночной экономики. Сейчас мы много говорим о том, что хорошо бы нам возродить это, потому что дешевое жилье, построенное своими руками. Мы ходили к друг другу в гости. Мы часто встречались, устраивали всевозможные вечера в этом доме. В общем, это был действительно жилый, молодежный комплекс. И там была молодежь поселилась в этом доме, и у них было много общих интересов. Продолжение следует...